и грянул гром среди ясного неба ребятушки только выскочила на огород полила буквально огурцы и кабачки потому что думаю что-то передали дождь что-то он не идет не идет села вам на комментарии отвечать лук слышу волну ну так балкон сухой а здесь мокро ну я думаю что огурчиком этого хватит помидоры я и так поливать не хотела как только с вами разговаривать так и поиск куда-то мчится доброе утро ребятушки я на я на проводе со своей очередной чашечкой кофе вчера такой дождяра 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 не сильный такой дождяра гремела сильно в итоге так чуть-чуть поля пола гору полил уже нам проблемки с нас сняло сегодня не знаю не знаю не знаю сегодня у нас а за день сегодня четверг по моему в общем планов пока никаких до сих пор никто не позвонил никуда не пригласил ни алёна не но алёна мне может позвонить самый последний момент поэтому думаю может съездить на балкон сетку себе купить водичка у меня закончилась луиджи на вещи я забрала в стирку погода хорошая да можно перестирать высушить ну и на огород заодно сбегать посмотреть что там я вчера забегала пару огурчиков еще на ужин сорвала не стала уже снимать полила вчера огурцы и кабачки потом пошел дождь слава богу главное что салат есть чем заправить жду не дождусь своих помидор мой как хочется уже салат со своим помидорчиком потому что магазины они никакие никакие мои соседи уплывают деревни франко-франко луиджина соседка которая очень любознательная любопытная она должна знать все что творится у нас в доме у всех соседей и всем обо всем докладывает местный штирлиц так ладно попила я кофеек у меня между прочим высохла вся липа надо было пищу сбегать и понарвать я что-то на этой неделе расслабилась даже в лес не сбегала некогда было вся хорошая высушенная сейчас в кулечек ее соберу мало получилось ребята такая приличная огурка пакетик соберу подпишу корочки излей фрукта бананы еще не вынесла на огород измельчу и вынесу они тоже уже сухие они так страшно выглядят что их страшно показывает как они после сушки выглядят вот а корочки тоже в баночку сложить очередной шумный день что-либо старится режут какие-то трубы что-то делают так смачно чихнула смотрите что я делаю антипаразитарка ребята я даже не мою кофемолочка это только что была гвоздика здесь то есть так возник от которой у меня было в баночке целиком я ее смолола и я ее сюда же засыпала потом у меня были сушеные семена тыквы прямо с кожурой перемолола получилась вот такая порошкообразная масса то же самое я делаю сейчас и корочка грейфрукта сейчас мы ее тоже в отдельную баночку сыпем это будет профилактика профилактика антипаразитарная я буду где-то так можно вообще чайной ложкой брать глотать и запивать гвоздику так выпить конечно не получится она очень крепкая а можно просто водички развести и на полстакана я думаю чайной ложки вот этой штучки хватит в общем пока сидим дома занимаемся собой все травки я сегодня собрала опять все гербарий весь пахать и собран по кроме одного это сейчас я ножничками порежу и тоже в отдельный куличек зверобой ой такой запашной получился грейпфрукт вообще прелесть сейчас я его сюда в баночку переложу такой приятный он вы знаете даже вот этот вот грейпфрукт сушеный его можно добавлять в заварничек чаем так вот по ложечке это очень будет ароматный вкусный чай горечи он много не придаст сейчас я даже попробую на язычок какой он есть немножко горьковатый мой он пряный он даже не настолько горький как он получился пряный как гвоздика потому что тут же у нас еще и гвоздички немножко примеси осталось какая вкуснятина такой аромат аромат грейпфрукта это обалдеть сам грейпфрукт так не пахнет я естественно перед тем как и его кушать я его горячей водой со щуточкой у меня старая щуточка зубная лежит я его и мало вымола чтобы на нем не было никаких там парафинов понимаете то же самое произойдет с гранатом сегодня я съем гранат кожу граната я высушу это же самое вот это такие у меня будет четыре порошка потому что у нас здесь виталий пыжмы нет полыни нет понимаете ничего нет так что вот это вот у нас будет антипаразитарка из того что есть под рукой представляете какая-то термоядерная бомба вот паразитов так что ребята буду так понедельки пропивать понедельки отдыхать сделаем такую профилактику пока сидим дома занимаемся собой собиралась я ребятушки собиралась в магазин а так и не попала пока все перестирала пересушила переубирала в общем пока все свои травушки муравушки по местам пораскладала потому что они занимают большую часть дома и ты просто бегаешь там как котика бармутик не знаешь куда себя притулить а я не люблю когда у меня бардак в квартире поэтому сейчас пойдем с вами на год и кое-что там сделаем берем большие ножницы и большую миску я еще вчера хотела это сделать но вчера у меня не было голода знаете опять же я не наверное пойдет дождь что-то такое короче сейчас мы начнем делать обрезание мужчинам ой мужчинка не пугайтесь это я не о вас это я о мужских цвет цветочках таких лепесточках которые которые не дают нашему кабачку во-первых вот этот листочек видите какой я еще и улитка на нем прицепилась и висит под руках ты что как обрезаем листочек потому что он сосет с нашего кабачка все силы как вот эти мужские росточки цветочки этот цветочек упал но мы его подымем он нам пригодится в пригоди стану этот мы цветочек тоже обрезаем жалко что еще один не распустился но ничего сегодня такая у нас будет на вечер я и шинка алая и шинка мы можем вот этот цветочек тоже снять женского цветка вот так вот он уже ему не нужен пусть он там себе вот этот вот не обрежь все думал чикаться с тобой будем не будем так ну разовеют разовеют помидоры но красных еще не вижу такие уже знаете полу желтые бачочки не собиралась я в этом году садить кабачочки оказывается два кабачочка у нас все-таки выросла смотрите сколько у меня петрушки скоро насеется скоро у нас вот это дело зацветет некрасиво цветут эти цветы ну эти кусты конечно мне не очень нравится потому что они у нас воруют большую часть огорода так опять желтый листочек на помидорчики чик чик и обрезание сделано ой не тут не то обрезание подождите сейчас мы сделаем ему то обрезание вот и уберем отсюда дожди опять пошли это наши помидорята листочек некрасивый чик и нема гортензия начала цвет выпускать понятно так идем к нашим огурцам я правда вчера посрывала может и сегодня что-то есть это нет это сухое что черное не не все нормально опять они полезли до анжелы ахвиш елки-палки но сколько же возможно сюда протягивать так они быстро растут тут их в принципе уже и подвязывать не надо потому что они по сетке сами себе плетутся надо было какие-то колготки порезать так по пристёгивать и идем до огурчиков сбегай мой что-то такой ветерок ветерок и тоже белеют 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 гляньте что творится целыми гроздьями висят на я сейчас те которые внизу там лежат и посылаю и все тут уже с новых пасынков тоже пошли молодые огурята сейчас мы еще источки подрезаем чуть-чуть представьте себе представьте себе зелененький он был между прочим если на кабачках не обрезать вот это мужской бесплодие то кабачок от него слабеет понимаете это их надо обрезать и безжалостно съедать так вот этот вот огурец чуни же большой так они прячутся от нас куча маленьких зависит тоже что-то листочек мне не нравится уходи ты нам не друг не товарищ ты тоже кстати а листика говорю это идут молодые листики где-то что-то естественно и желтые это дожди дожди так подожди и дожди и дожди до габриэлы полез наши огурец понятно сиди дома ой чуть душлякнем скотч красавчики ну ладно вы поспевайте у меня там дома еще один огурчик есть доживем до завтра это тоже я тебя привяжу извини друг ты мне не нравишься вот так вот и ты тоже отжил ты своя развиваются разбиваются помидоры видите вот они уже практически розовые но никак не созрели розовые флоринга дитя заката куча зеленых и маленькие куста на них куча куча помидорят и маленьких и больших с той стороны вот там вот внутри видите короче весь облеплен помидорами поэтому они не поспевают потому что лилюки пасынки не убирала такая жадина говядина получилась и хочу быстрых помидор а так не бывает либо одно либо другое тут надо молодые огурчики эти внизу по обрывать потому что у нас еще плеть недоразвитая они уже тем более мужские 5 мужские ах эти мужики блин я что там тоже первые огурцы но ты хоть побольше кто тебе сказал туда ребята поднимается ветер поднимается ветер такой дура бурановский буранчик что вы тут думаете мне поспевать как не созреют помидоры ну никак не дождусь урожай ладно будем сегодня жарить цветочки кабачочки моя голова красиво зацвела да цветик семицветик дрожит дрожит от ветра не дрожи я тебя резать не буду помыла я наши мужские цветочки один женский какой женский вот этот по моему женский был цветочек что нам надо да практически ничего сейчас поставлю ваш на штатив и расскажу у нас как-то не принято да жарить эти цветочки у итальянцев это за милую душу то есть ничего не пропадает поэтому цветочки я свои помылила муравьев погоняло раскрыла на было и не раскрывать значит как делают итальянцы и итальянцы берут просто газированную воду берут муку и соль и делают такой кляр что получается с этого кляра кляр не должен быть жидкий если сделаете жидкий то это тесто как бы не обволочит этот цветочек и получится знаете такое жидкое тесто до парты кое-стадал альтра парты как говорят итальянцы то есть это будет с одной стороны а то с другой в общем ничего у вас не получится поэтому если хотите приготовить кляре то кляр должен быть как пожиже чем тесто на оладушки но но не жидкая всяком случае я его сделаю себе типа такой я лишенки видите я сейчас обмакну цветочки извиняюсь я не хотела стучать и в панировочные сухари кто-то меня из вас спрашивал отвечаю как я панирую в кукурузной муке или крупе ребята без разницы у меня полента она мелкая это все таки группа что-то кто-то спешит у меня сегодня все вылетает их подруг почему-то кто спешит не известно поэтому зажигаем наш огонек и мы уже практически готовы масла много наливать не надо это может быть растительное это может быть оливковое такое вам не жалко вы на чем яичницу жарить у меня вот обычное растительное масло хоть оно налито я буду в бутылочку из подальнику посолить посолили поперчить поперчить поперчили берем наши цветочки почему я их разделила потому что если так они в средине были никакие и сделала вот так поэтому я вот так вот их и обмакиваю видите раз и два обмакнула сухарики еще разочек обмакнула и вот это будет жариться и вот это будет ребята такая вкусняшечка сейчас только маслица разогреется и готовы они за три секунды эти цветочки у нас хорошо их так обмакиваете не жалите ни одного яйца не хватило ну такая яишенка своего рода в принципе можно эти цветочки порезать сделать такие как блинчики с цветочками некоторые умудряются их даже нафаршировать и потом протушить типа в сметанке тоже вкусно в общем на вкус и цвет ваша фантазия и все в порядке огонь масло разогреваемое и огонь притушаем шкорчить 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 целый день какие-то строители что-то делают видно да очень быстрое блюдо хрустящее вкусное знаете как такие цветочные чипсики у меня разделился еще половинка на две половинки мы так его и пожарим половинку на половинку главное чтобы дали соль и перчик по вкусу и оно тогда получается такое вот вкусненькое больше яйцо вымакать еще жалко чтобы не оставалось двойную панировку я не люблю она она чересчур калорийная тут достаточно достаточно одной таблетки смотрите это уже смотрится красиво просто так а просто так будет еще лучше все что-то у меня осталось можно еще что-то здесь запланировать даже кусочек куриного мяса и тоже пожарить в данный момент у нас в рецепте кабачки поэтому жарим их не стрелялась они готовятся мгновенно гореть не должно уже они начинают погремяниваться идите поближе только не падайте в сковородку в сковородку падать не надо хорошо это единственный телефон переворачиваем смотрите чупчик 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 кучеря загорелый такой кабачочек много их вам не надо ребята вы на даче гуляете у вас кабачки цветут вы пошли раз раз смотрите 3 секунды хотите в духовке делайте панировку вместе с сыром перемешайте яичко вот этой посыпкой посыпки в духовку закинули еще вкуснее будет еще будет сырная такая такая няшечка вкусняшечка что я вам должна сказать хотите пробовать тяните прямо со сковородки не хотите доверьтесь тогда моему вкусу я думаю что это вам точно понравится не надо их даже ложить ни на какую бумагу видите никуда на тарелку и галя дома сейчас угурчик порежу со сметаной его разбавлю укропчиком посыплю ап лепота готовы выключаем готовы готовы насыпаем насыпаем у нас только простые блюда ребята что даже в принципе и рецепта никакого нет просто такие вот получаются у нас вкусные чипсики приятного аппетита депутат 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 Продолжение следует...